МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любовь к творчеству объединила людей разных национальностей, проживающих в Самаре, в одну большую дружную семью. В Доме культуры Победа прошел галоконцерт областного межнационального творческого фестиваля-конкурса на Самарской волне, организованного Самарской областной общественной организацией белорусов и выходцев из Белоруссии «Русско-белорусское братство-2000». Это большой праздник, который готовился не один месяц, ведь только отборочный этап занял несколько дней, а творческие работы просматривались и были продемонстрированы широкой общественности города при поддержке администрации городского округа Самара, Дома дружбы народов и национальных общественных объединений Самарской области и городского округа Самара. Основная задача этого фестиваля – показать национальную палитру, национальное многоцветие тех народов, которые населяют нашу губернию, тех народов, которые внесли свой вклад в создание этой губернии, в процветание нашего родного края. С учетом карантинных мер отборочный тур фестиваля проводился в дистанционном формате по видеозаписям конкурсных номеров. На рассмотрение жюри, в состав которого входили известные деятели культуры и искусства, хореографы, вокалисты, преподаватели высших учебных заведений искусств Самарской области, поступило свыше полутора тысяч конкурсных номеров в номинациях. Хореографическое творчество, вокальное творчество, художественное слово, театр, мод, фольклорное творчество, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, объединенные единой тематикой, культурное наследие, народов Самарской губернии, дружба народов. Самарская губерния – живи и процветай! Наша организация «Русско-белорусская братца 2000» уже 21 год занимается организацией и проведением межнациональных фестивалей. Мы накопили очень большой опыт, и поэтому в этом году вышли с такой инициативой провести этот фестиваль, посвященный юбилею нашей губернии. Все фестивальные мероприятия проводились с целью сохранения и развития национальных традиций. Укрепление культурного взаимодействия народов, проживающих на территории Самарской области, и были посвящены юбилейной дате – 170-летию Самарской губернии. Сегодня на этом фестивале как коренные народы, проживавшие в нашем крае испокон веков, русские, татары, башкиры, мордва, чуваши, так и народы, которые также внесли свой вклад в культуру нашего края. Это и украинцы, и белорусы, и армяне, и туркмены, и казахи. Таким образом, каждый народ представлен на этом фестивале, каждый народ представляет свою культуру, и каждый из нас является частицей этого замечательного сообщества, которое и образовывает нашу губернию, наш край. Участниками этого творческого форума стали творческие коллективы и солисты от национальных общественных объединений, детских музыкальных, хореографических школ, школ искусств, музыкально-хореографических училищ, колледжей, вузов, государственных и негосударственных образовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования Самарской области. Любое взаимопроникновение культур, оно дает особенно нашим детям возможности роста, возможность обогатиться духовно. То есть они общаются со своими сверстниками, они учат их культуру, они смотрят, наблюдают, берут что-то для себя. Уже не один раз было такое, ну в частности с нашими детками, то есть когда чисто белорусские номера исполняют и татары, и грузины, и армяне, и азербайджанцы, причем разговор мам, а ничего страшного, если наш, он все-таки азербайджанец, да какая разница. Если ребенок хочет приобщиться к культуре, пусть не своей, но близкой национальности, близкой духовности, то это надо только приветствовать. Жюри было отобрано 20 лучших номеров, которые вошли в программу гала-концерта лауреатов творческого фестиваля-конкурса на Самарской волне. Впрочем, так и было задумано организаторами, фестиваль должен помочь лучше узнать свою собственную культуру и культуру соседей. Несколько лет мы вместе с белорусами, с украинцами, наши казачьи организации проводили праздник славянских народов. То есть, если рассматривать, кто вообще такие казаки, это субэтнос, в котором есть все, есть все. Начиная от православных украинцев, русских, белорусов, все составляющие русский народ, мордва, чуваши, есть у нас и армяне и так далее. Поэтому Дон Дружбы Народов, он объединяет всех. И вот празднование 170-летия губерния подтверждает, насколько она многонациональна. И как для нас и для наших детей важно, что люди разных национальностей, наций, субэтносов взаимодействуют и дружат и продвигают нашу независимость, нашу Родину. Галоконцерт лауреатов этого межнационального творческого фестиваля-конкурса проходил в муниципальном бюджетном учреждении культуры городского округа Самара Дом культуры Победа. Перед началом концерта гости праздника могли ознакомиться с выставкой национальных головных уборов народов, проживающих в Самарской области, и сфотографироваться в них на память. Ну и, конечно, встретить друзей, пообщаться с коллегами. Мы, как коренное население нашего самарского региона, крайне заинтересованы толерантным общением между теми народами, которые проживают на территории Самарской области. И, конечно же, вот эта толерантность, она проявляется когда? Когда мы через культуру другого народа. И сегодня братский наш народ, белорусы, проводят такой замечательный праздник, традиционно хочу отметить, поэтому наш коллектив, городской коллектив национальный участвует в этом мероприятии. И мы, как представители своего народа, общественная организация областной, также заинтересованы в этих взаимоотношениях, не только, как говорим, среди руководителей, а также и среди наших народов. Главное – укрепить в молодых умах и сердцах общечеловеческие ценности, поддержать в них толерантность и уважение к традициям и обычаям многонациональной российской культуры, говорят председатели национально-культурных центров Самары, которые пришли лично поддержать свои коллективы. Это межнациональный концерт, объединяющий все национальности, конфессии народа Самарской области. И в этом наша сила, в этом наша победа. Я хочу пожелать нашей губернии процветания, единения, жизни, ну и самое главное – мирного неба. Не было, чтобы войны и чтобы все были здоровы. Радостно, отрадно, что возобновляется активная работа общественная в городе, в области, и мы опять начинаем принимать участие во всех этих праздниках, которые раньше были для нас, как скажем так, частным делом. Мы постоянно это делали. И сейчас благодаря белорусской организации, благодаря Ильине Михайловне, это можно сказать, что это стартовое мероприятие, не учитывая, там были еще пару, что мы опять вместе, и опять это все организуем. Молодежь, как вы видите, уже собрались. Они радостные, потому что вот такой праздничный день. Я хочу поздравить всех жителей, всех народностей, всех национальностей, проживающих в Самарской области 170-летием. И желаю удачи, здоровья много, мира над головой. Праздничную концертную программу открыл многократный лауреат международных всероссийских конкурсов, фестивалей искусств, белорусский вокальный ансамбль «Каданс» Самарской областной организации белорусов «Русско-белорусское братство-2000». В его исполнении прозвучала песня «Самарская губерния». Вот они, представители разных народов, поднимаются на сцену и приветствуют всех на своем родном языке. Здравствуйте! Звучит на русском, белорусском, армянском, казахском, немецком и иврите. И какая знакомая в них интонация. Не ошибешься? Это пожелание здоровья, мира, благополучия. И как одна дружная семья представителей многочисленных самарских этносов собрались вместе на фестивале, посвященному юбилею нашего родного самарского края. Вместе с творческим коллективом дружно подпевали и зрители межнационального праздника, организованного белорусами Самарской области. В этом многонациональное многоголосие праздника. Национальный колорит внес ансамбль «Чаровница и добромолодца» региональной общественной организации «Украинский национально-культурный центр «Промень», что в переводе означает «Луч». Одним из самых запоминающихся стало выступление ансамбля немецкой песни «Эдельвейс» общественной организации Самарской области, региональный центр немецкой культуры «Надежда». Эту популярную белорусскую народную песню «Леваниха» исполнил вокальный ансамбль «Каданс» Самарской областной организации белорусов «Русско-белорусское братство-2000». Припевки Самарской области «Самарка» исполнили участники фольклорно-этнографической студии «Украса». Настоящим украшением концертной программы стали хореографические композиции. Русский танец «Реченка» исполнил образцовый ансамбль танца «Карнавал» Центр внешкольной работы «Парус» городского округа «Самара». Образцовый ансамбль танца «Карнавал» существует в нашем городе уже больше 30 лет. В нашем репертуаре очень много народных танцев, что соответствует тематике фестиваля. То есть мы танцуем русские танцы, армянские, татарские, башкирские, цыганские, то есть любые национальности. Но также у нас есть в репертуаре танцы современные, классический танец «Основа основ». Ансамбль «Танц-карнавал» является лауреатом и обладателем гран-при международных, российских, областных и городских конкурсов. Мы, конечно, надеемся на хорошие места. Когда мне было еще 4 годика, родители отдали меня в образцовый ансамбль танцев «Карнавал». И мне настолько понравилось это дело, что в будущем я хочу посвятить себя этой профессии, посвятить профессии хореографа. И так же, как меня когда-то научили, я хочу научить детей так же танцевать. Так же, как и Марина, я пришла сюда в возрасте 4 лет и так же хочу связать свою жизнь с танцами. Я люблю как народные, так и современные, потому что танец – это, прежде всего, то, что чувствует твоя душа. Ярким был и казачий народный танец «Самарская строевая» в исполнении детского хореографического объединения «Дива». Пробудить у молодого поколения интерес к изучению национальных культур, ведь это так интересно. Мы разные, и мы равны, и главное – мы вместе. Татарский народный танец прекрасно исполнил театр народного танца «Ялдыс» школы «Яктылык» городского округа Самара. В широко на галоконцерте были представлены произведения в номинации «Художественное слово». Зрители тепло встретили и авторское произведение «Самарская губерния» в исполнении Кристины Обжалимовой. Авторское произведение «Исторические очерки о Самаре» исполнил и Макар Добров, школа номер 176 городского округа Самара. Стихотворение «Милая Самара» исполнила Виталина Мюльбах, общественная организация Самарской области региональный центр немецкой культуры «Надежда», школа номер 101 городского округа Самара. Песню «Мир без войны» исполнила Милена Мерзаян, Самарская региональная армянская национально-культурная автономия «Нэйри». Хотя для всех представителей национальных центров Самары подобные фестивали, на которых представлена культура разных народов, проживающих в нашем регионе, дело привычное, ежегодное. Но, как говорится, чем больше поводов встретиться, тем лучше узнают друг друга и крепче дружат. На этих мероприятиях, мероприятиях, которые носят ярко выраженный консолидирующий, объединяющий характер, происходит то, что называется словом «синергия». Когда объединяются усилия, духовные усилия, когда объединяются творческие планы разных председателей, разных народов, разных организаций, и рождаются новые замыслы, рождаются новые идеи, которые потом воплощаются в нашей области, в нашем многонациональном городе для блага его жителей. Как отмечают все без исключения участники, в этом году фестиваль на Самарской волне стал настоящим праздником творчества и дружбы народов, которые хоть и являются носителями разных культур и чтят свою историческую родину, но объединены любовью к Самаре. Субтитры создавал DimaTorzok